Что-то не то. Чего-то в этом чая не хватает. Узбекского лимона. А где можно найти узбекский лимон в Нью-Йорке? На Брайтон-Бич. Именно туда мы сегодня поедем в поисках узбекского лимона. И вообще посмотрим, как живет Брайтон в настоящее время. В 2023 году. В самом его, так сказать, практически начале. Это март. Чуть камеру не забыл. Ну, собственно, велкам на Брайтон-Бич. Вот мы и доехали. Вообще, оказывается, если вдруг ты не знал, что когда-то там давно, в 800-е годы еще, Брайтон был довольно престижным местом. Курорты всякие располагали здесь. Какая-то огромная престижная гостиница вот в тех краях, в краях Кони Айленда. Сейчас выходишь из метро и видишь вот такие картины, ну, довольно грустные и печальные, непривычные для обычного, так сказать, взгляда. Вообще, даже название Брайтон-Бич было дано в честь пляжей Брайтона. Известных курортов в Великобритании. Так что есть такой британский след здесь. Кстати, хорошая идея, приехав на Брайтон, купить здесь газету «Русрек», русская реклама. Вот, стоит примерно 25 центов, по-моему. Сейчас попробуем это сделать. Здравствуйте. А «Русрек» у вас сколько стоит? 50. 50, ладно. Ага, все. Потому что... Пожалуйста. Будем изучать. Сейчас было забавно. Снимаю, снимаю, стою с камерой. Видит бабушка, что у меня камера, что-то я снимаю, подходит. Разговорились, она из Армении оказалась. Ну, говоришь, 17 лет здесь, туда-сюда. Дала мне конфетку, подарила. Но все-таки здесь люди, мне кажется, они добрее на Брайтоне, чем в наших странах с вами. Как-то они более расслаблены, более расположены к незнакомцам, чем у нас. Это такой удивительно отличительный плюс этого места. В общем, к концу 19 века Брайтон-Бич, вот этот курорт, стал просто фешенебельным. Приезжали богатые европейцы, отдыхали, тратили бабки. Все тут свело, пахло и прекрасно блистало. Но, к сожалению, случилась Великая депрессия. Вторая мировая война тоже произошла. И Брайтон уже перестал насыщаться бабками из Европы, из европейских вот этих вот туристов. Район с этой вот прекрасной курортной инфраструктурой оказался одним из беднейших, ты представляешь? Вот там впереди океан, между прочим. Вот это центральная улица Брайтона, вот где вот эта ветка проходит. Ладно, хер с ним, пойдем. Довольно долго до конца 20 века вот этот самый Брайтон считался непрестижным, неприятным и просто плохим, ужасным, вонючим районом. Брайтон, который населяли беднейшие слои, было много криминала, преступности и прочих нехороших, неприятных вещей. Но случилась перестройка у нас, значит, в СССР. И это помогло вот этому самому, как ни удивительно, району. Бедные мигранты из наших бывших советских стран приезжали сюда, бабок у них не было, а здесь жилье уже стоило к тому времени дешево, плюс транспортное сообщение прекрасное. Вот, например, метро ходило туда-сюда, никаких проблем. Дешево, сообщение есть, можно куда хочешь по Нью-Йорку добраться, здорово. Приезжали, привозили немного денег, у кого сколько было, в основном ничего не привозили. Но быстро они почему-то рождались здесь, размножались, вот эти самые мигранты. И благодаря вот этим вот нашим приехавшим из-за перестройки, из-за колбасников всяких и прочих такие вот люди приехали сюда, район начал вновь развиваться. Все больше и больше рождалось, приезжало, все уже более какой-то приятный контингент начал здесь жить. Цены тоже, соответственно, поднимались, постепенно поднимались цены, все выше и выше. И сейчас, например, здесь снимать комнату, ой, точнее, квартиру стоит, ну, две тысячи баксов в месяц, ты представляешь, две тысячи баксов. Таким вот образом, Брайтон сначала был шикарнейшим районом, потом виднейшим районом. И теперь он опять становится престижным районом в Нью-Йорке, вот так вот, волнами, представляешь, как интересно. И, например, сейчас здесь имеют жилье всякие звезды шоу-бизнеса, российского там и прочего советского. Вот здесь расположен такой жилой комплекс, Океана называется, чуть дальше частичка здания видно. Вон там, собственно, имеют свое жилье элитное, какие-то звезды там советского шоу-бизнеса. И вот этот район становился все более и более русскоязычным, потому что те, кто приехал сюда, кто родил здесь детей, не хотели, чтобы их дети забывали, например, русский язык. Вообще на Брайтоне есть два известных таких супермаркета, где есть русские продукты. Вот Неткост расположен, будут зелененькие буковки, Неткост. И второй недалеко от него, Ташкент. Вот он прямо впереди у нас, зеленая крыша такая, вот здесь он находится. Что-то я проголодался, и, наверное, зайдем в Ташкент, посмотрим, что там есть. В Ташкенте, как обычно, многолюдно. Самое главное, узбекский лимон я нашел. В принципе, здесь много прям хороших фруктов, овощей и так далее. Раздолье хорошее. Куча готовой еды здесь тоже у нас есть. Прям до хрена. Горячая всякая. Там вот салаты, пожалуйста. Это прямо одно из моих любимых мест, чтобы подзатариться. И самое главное, то, чего так трудно найти в американских всяких едальных, супы, обилие супов. Красный борщ, пожалуйста. И моя любимая часть пребывания на Брайтоне – это закупиться едой, например, борщом, и сесть, жрать это все перед океаном. Поверь мне, это того стоит. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok В Нью-Йорке, например, вот так вот сейчас ходить, я бы не сказал, что прям мне комфортно. Руки мерзнут, я перчаток с собой не взял, думал, а тепло же будет, март все-таки, ясно, но нет, воздух здесь довольно промозглый. Но все равно, запах океана чувствуется, и это, конечно, очень приятно. Летают чайки, кайф. Прям хорошо, прям хорошо. Но прохладно, но хорошо. В настоящее время Брайтон преображается, развивается и эволюционирует. Похладно, во многом благодаря выходцам из стран СНГ, русскоговорящей общине. Также развивается и район, примыкающий к Брайтон-Бич. Здравствуйте, чайки, здравствуйте. Я очень рад вас. Ох, какие жирные, ты посмотришь. О, вот это чайки. Развивается район, примыкающий к Брайтон-Бич. Кони Айланд, он там находится, парк развлечений там же находится. Он населен примерно на одну треть из афро-американцев. Потомки тех, кто здесь работал в сфере прислуги. Должен сказать, на самом деле мне лень туда идти. Мы на Кони Айланд. Кони Айланд считается родиной всех вот этих вот парковых развлечений. Например, вот американские горки были здесь изобретены. Все эти лунопарки потом по всему миру расползлись благодаря Кони Айланд. Здесь стоял самый первый в мире парк развлечений. Естественно, это не он, но он здесь стоял когда-то. Кони Айланд можно считать прародителем Диснейленда. Всякие там театры, кабаре всякое было рождено именно вот в этих местах. А еще здесь изобрели знаменитый хон-дог. Приобретай сингл-хон-дог в стереоформате по ссылке в описании на Бэндкэмп. Да, я просто почитал Википедию, делаю сейчас вид, что знаю, о чем я говорю и всю историю. А на самом деле мои пальцы прямо сейчас готовы отвалиться от морозного воздуха, который поглотил всю жизнь из этих пальцев. Бхайл, помоги мне. Субтитры создавал DimaTorzok О зажигательной энергии Лунопарка, который был здесь в прежние годы, говорил сам Максим Горький. А в 1879 году сам Томас Эдисон зажег тут свою первую лампочку. Охренеть! Летом 1909 года здесь побывало 20 миллионов человек, включая Зигмунда Фрейда. Здесь любил бывать Владимир Маяковский, утверждавший, что Кони Айланд легко затмил своим блеском знаменитую Всемирную Парижскую выставку 1925 года. Заглянем через решетку, что там у нас. Почему-то он закрыт постоянно, кстати. Не знаю почему, но он всегда закрыт, никогда не работает. Может быть, есть какие-то определенные дни, когда этот парк работает, но явно не сейчас. Вот секьюрити может туда зайти. Занятость более чем 600 человеком – это опасно и противозаконно, говорит нам эта вывеска. Господа, дамы, это было реально непросто. Вот так вот прогуляться здесь, в такую погоду. Мои пальцы готовы отвалиться в любую секунду. Мой рот еле движется, язык еле, еле. Все, мысль путается. Настолько здесь сейчас прохладно. По другую сторону от железной дороги, точнее от метро, там океан находится. Находится вот такой район, где расположены двух-трехэтажные, более-менее частные домики. Построены они были в основном в 1900-е и 1920-е годы. Мне кажется, жить в таком гораздо прикольнее и уютнее, чем вот в этих вот огромных многоэтажках муравейниках. Ты посмотри, какая красота. Правда, разбитые окна. Может быть, туда можно проникнуть и пожить бесплатно, как ты считаешь. Хотя написано, что охраняется кем-то. Но вот и к тому, что подобного плана домики вызывают гораздо больше приятных ощущений. И вот такая находка в районе с двухэтажными домами. Древняя, я не знаю, как это называется, штука. Вот древняя какая-то штука. Здесь можно вызвать, пожалуйста, пожар, пожарных, полицейских. Лично я бы жить на Брайтоне не хотел. Какая-то здесь атмосфера, не знаю, как это не моя. Реально, как будто химки какие-то, но только на берегу океана. Вот эти вот многоэтажки, это точно мне здесь не нравится абсолютно. Я против такого жилья. Пиши, что думаешь, стал бы жить на Брайтоне или нет? Какие твои ощущения? Это было полезное видео. Согласись, мы узнали очень много, много нового. Прогулялись по Брайтону, по Конью Айленду. Немного истории. Фантастика. Такого полезного я давно не помню на своем канале. Определенно заслуживает лай... Опять я вижу дизлайки. Скорее всего, ты его поставил, потому что ты не любишь никуда выезжать, развлекаться. В парке развлечений это тоже не твое. Путешествия тоже тебе не нравятся. Ты развлекаешься, сидя на диване и смотришь в поле чудес или аншлаг. Не могу тебя винить, каждому свое, конечно, но подумай, насколько это полезно для здоровья и для мозгов. Это вызывает большие вопросы твоего такое поведения. Так что, не знаю, попробуй взглянуть на мир как-то по-другому все-таки. А мне пора. Подпишись. Приобретай сингл-хотдон в стереоформате. Посылки в описании на Бэнд Кэмп.